Здравствуйте, с вами компания Дом в Дорогу, меня зовут Константин. Вот сейчас мы проведем видеообзор на прицеп Noobo 19.8 на 5 спальных мест. Но я решил вот расставить вот так технику. Вот это вот американский тягач Toyota Tundra. Вот там стоит американский прицеп, американский прицеп Noobo 19.8. И вот обратите внимание, какой здесь клиренс. Значит, у Toyota Tundra вот он такой, а у Noobo он огромный. Ну, казалось бы, зачем делать такой клиренс, потому что у тягача он меньше. В прицепах Noobo большой клиренс не только для того, чтобы он вот так вот ехал по пересеченной местности все время, но и для того, чтобы он ровно становился на больших уклонах. Вот так, как вы сейчас видите на картинке. То есть у нас очень большое количество озер, речек, там море и так далее. И зачастую очень интересно бывает прицеп поставить вот непосредственно у речки. Вот видите, байдарки, каноэ, там каяк. В общем, короче говоря, вот такой вот уклон. И прицеп ставится ровно на очень больших уклонах благодаря высокому клиренсу. Кстати, тут еще у него и подвеска независимая. Вот именно для этого этот прицеп создан. Для того, чтобы не только ехать по пересеченной местности, но и останавливаться, и ночевать на сложных рельефах, на сложных живописных рельефах у речки, у озера, на море и так далее. Вот, кстати, вот европейский прицеп а-ля автобан Варшава-Берлин и с европейским кемпингом, зеленой травкой из кассеты биотуалета. Не более того, там на 20 литров. Ну и так, для сравнения. Ноубо на 6 спальных мест. Кстати, вот этот хобби огромный, он тоже на 6 спальных мест. Мы специально сейчас замерили площадь. Вот смотрите, какой большой вот этот вот европейский прицеп, он огромный, да? Значит, у него площадь 16,8 квадратных метра. А у этого прицепа, вот он короткий, чуть ли не в 2 раза короче. А площадь у него где-то 14,4 квадратных метра. То есть, несмотря на то, что он в 2 раза короче, у него всего на 2 квадратных метра, или там на сколько, на 3 квадратных метра меньше площадь. Вот это вот все благодаря слайдеру. Ну, что дает слайдер, я вам скажу, когда мы зайдем внутрь, это не только увеличение ширины, но и кое-что другое. Вот, и так, у него независимая подвеска, у него бак биотуалета на 130 литров. То есть, можно вывозить вот эту вот черную воду раз в неделю, или раз в 8-10 дней, в зависимости от того, сколько у вас путешествует. Не нужно вот эту дергать кассету биотуалета раз в день. Это одно из самых главных преимуществ прицепа. Американского, вот этого американского прицепа. Есть слайдер. Дальше, передача винт-гайка. Вот смотрите, вот в Америке эта техника предназначена для отдыха. И поэтому опускание и поднимание носа для того, чтобы прицепить тягач для буксировки, осуществляется с помощью нажатия вот на эту кнопку. Видите? Так или так. Ну, а в европейском прицепе, конечно, нужно крутить. Не всегда удобно, потому что приехал в кемпинг уставший, хочется отдохнуть. И вот тут приходится вот это вот вертеть. Особенно, когда оно соскакивает с шарика, нужно прикладывать усилие. В общем, черте что. Вот. Значит, здесь осуществляется все это с помощью кнопки. Далее. Значит, городская вода. Вот недавно были в кемпинге на Черном море. Там вода под давлением подходила прямо к прицепу. То есть подсоединились ситер-вотер-коннектор. Вот городская вода. И трубопроводная система прицепа стала вся под давление и не использовался расходный бак. Ну, приятно, когда принимаешь душ и такое мощное давление, как у вас дома. Это очень хорошо. Конечно же, здесь вода расходуется с помощью расходного бака. В любом случае нужно наливать. Она закончилась, потом опять наливать. И самое неприятное то, что в европейском прицепе трубопроводная система находится не под давлением. Насос начинает работать, когда вы открываете кран. Только в этом случае начинает работать насос. Значит, невозможно подключить стиральную, посудомоечную машину современной. Потому что им всегда нужно дежурное давление. Вот здесь это дежурное давление есть. В европейском нет. Так, едем дальше. Значит, маркиза. Значит, маркиза прицепа, естественно, электрическая. И вот уже как месяц мы начинаем устанавливать так называемую удобную маркизу. То есть функция удобная маркиза. Что она из себя представляет? Значит, при усилении ветра она сама закрывается. Это очень важная опция. Потому что вечером мы иногда забываем ее закрыть. Ночью подул ветер. Ее сорвало. Оно улетело фиг знает куда. Значит, вот эти маркизы американские с этой системой сами закрываются в случае, если возникает сильный ветер. Это наиважнейшая опция. Помимо того, они автоматически сбрасывают воду. Вот если европейская маркиза накапливает, в итоге накапливает дождевую воду, если пошел дождь, вот собрался такой пузырь, она просто падает вся. Это имеет автоматический сброс воды. Так, дальше. Внутри. Значит, смотрите, чем хорош слайдер. Какое преимущество слайдер имеет, помимо того, что он увеличивает площадь прицепа? Ну, самое главное, что просторное помещение формирует не столько длина этого помещения, сколько ширина. Мы можем сделать большую длинную колбасу, но будет в ней тесно. Площадь большая, а комфорта нет никакого. Поэтому, чем больше помещение приближается к прямоугольнику, тем больше оно имеет вид дома, жилого помещения. Это первое преимущество. Второе преимущество. Зимой. Значит, циркуляция воздуха при открытом слайдере наиболее эффективнее обогревает жилое помещение прицепа. Объясню почему. Дело в том, что если у нас за бортом очень холодно, то тогда на концевиках прицепа тоже очень холодно, а в середине жарко. При раскрытом слайдере происходит перемешивание или диффузия воздуха, и разности температур в середине и на концах прицепа становится гораздо меньше. Кстати, в Америке в связи с этим изобрели специальный климатический сертификат. То есть, при заборной температуре минус 16 градусов Фаренгейта внутри, в разных местах прицепа, разность температур не должна превышать более половины градусов Фаренгейта. Это первый климатический сертификат, и второй климатический сертификат в случае отключения отопления при минус 16 градусов Фаренгейта снаружи, температура внутри прицепа должна падать не более какой-то величины, уже не помню какой. Но, в общем, короче говоря, по температуре, по зимней эксплуатации здесь с этим прицепом все хорошо. Значит, далее, давайте посчитаем количество спальных мест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть спальных мест вместе с этими двумя детскими. Вот на этих детских двухъярусных кроватях может также спать и взрослый. Они выдерживают, кажется, до 115 килограмм. То есть, с этим делом все нормально. Ну, это тоже кухонная группа, она раскладывается в двуспальную кровать, либо здесь может быть обычный столик. Кстати, вот видите, в этом прицепе независимая подвеска, вот они и хвастаются. То есть, ну, имеется в виду, что вот здесь посередине нет оси. Но я только в этом вижу преимущество. Но, может быть, так как она независимая, более мягко она проходит там кочки всякие, камни и так далее. Ну, в прицепе находиться нельзя, но комфортно здесь себя чувствует мебель. Кстати, мебель здесь сделана из натурального дерева вся. Никаких деревозаменителей здесь нет. Так, значит, дальше кухонная вытяжка. Две комфорки, микроволновая печь, компрессорный. Да, компрессорный. Компрессорный холодильник. Ну, американцы уже не ставят абсорбентные холодильники, потому что это на вчерашний день. Так, ну и классическая, классическая ванная комната. В американских прицепах никогда не бывает спаренного душа с туалетом. Никогда. Душ огромный. Всегда огромный. И всегда отдельно. Вот так, как здесь. Прицеп очень хороший, внедорожный. С этим прицепом можно путешествовать не только по пересеченной местности, но и устанавливать его на больших уклонах. Он будет всегда стоять ровно. Ну, вот так, как здесь. Видите, да? Так, ну, очень часто задают вопрос. А что в комплектации американского прицепа? В Америке нет понятия комплектации. Все, без исключения американские прицепы, даже самые дешевые, всегда имеют электропакет, всегда имеют кондиционер, всегда имеют кухонную вытяжку, микроволновку, отопление. У всех американских домов на колесах всегда теплый пол. Причем, естественный теплый пол, который обогревается с помощью гофрированных шлангов от газа. По зимней эксплуатации внутри все баки обшиты полипропиленом, а между ними проходят гофрированные шланги. Вот как раз эти гофрированные шланги, по которым идет теплый воздух, они обогревают эти баки и обогревают теплый пол, используя не электроэнергию 220 вольт, а обычный газ. То есть можно без электроэнергии 220 вольт иметь теплое помещение, плюс ко всему и теплый пол. Но если у вас нет 220 вольт, оно нужно, например, для работы кондиционера. Значит, вот в этом прицепе... Вот в этом прицепе здесь можно поставить площадку. На нее установить генератор, который заводится с помощью нажатия на кнопку, а не вот такого дергания, ну вот как здесь, видите? Вот здесь вот такая площадка, вот здесь устанавливается генератор. Это наша компания делает этот аксессуар. Здесь устанавливается генератор, здесь устанавливается бак для вывоза черной воды. Ну вот здесь что-то еще и здесь запаска. Вот, поэтому генератор очень важен, особенно, знаете, когда вот стоишь на границе, допустим, в Грузию или куда-то еще, там большая очередь, да, хочется же в прицепе быть, а не в машине. Поэтому семья, вот моя, находилась в прицепе, включал генератор и не нужно было передвигать его постоянно, когда очередь идет. Вот здесь очень удобно. Да и вообще включил и поехал. Где-то остановился пообедать, поужинать во время жары. Заходишь в прицеп, а там нормальный кондиционируемый воздух. Итак, прицеп Nobo 19.8 с огромным клиренсом. Nobo расшифровывается как Nobo Nobangers, то есть без преград, без границ. Прицеп разработан для Аляски, для тяжелых арктических районов Америки. Имеет огромный клиренс. Ну, в общем, можно его ставить там, где угодно. Ну, а с вами была компания Дом в дорогу. Наш сайт домвдорогу.ру. Напоминаю, что мы не только продаем прицепы дачи и автодома, но и путешествуем с прицепами дачи и автодомами. Наш сайт домвдорогу.ру с нами интересно. Продолжение следует... Проходят обычные российские права с категории B. Вот посмотрим, поместится ли это все у нас в те места, в которые мы запланировали это все положить. Процесс укладки в холодильник. В 7 утра выезжаем. Мы сейчас находимся в Долине Смерти. Мы сюда приехали на автодомах. Вот это горы, это дюнь, горы из песка. На протяжении нашей поездки по Долине Смерти нам попадаются старинные поезда, повозки, дома. Тут находится музей, где собраны старинные вещи. Когда подъезжаешь к артисту Палетте, сразу отпадает вопрос, почему это место так называется. Это самая низкая точка континента Северная Америка. Минус 86 метров относительно уровня моря. Местность покрыта солями, что делает скапливающуюся тут воду непригодной для питья. Я пройду по автодому, по утреннему. Честно говоря, моя семья даже не знает, что я снимаю. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Ага, вот. Вот так у нас выглядит утром автодом. Здравствуйте, Михаил. Как ощущения? Как прошли? Не в Лусан? Понравилось вам? Нет. Лас-Вегас – это не иначе, как чудо. Такого второго города на Земле просто нет. Тут собрали все чудеса света, статую свободы, Empire State Building, египетские пирамиды, Эйфелеву башню, венецианские гондоли. В Лас-Вегасе мы будем два дня. Седьмой и восьмой день нашего путешествия. Здравствуйте. Мы в Колорадове. Ехали смотреть грант-каньон. Каньон Антилопы и изгиб подковы – это всемирно известные достопримечательности, и мы там будем. В общем, у нас есть целый вечер в Лас-Вегасе. Даже не видится.